Российские комплексы С-300 переброшены в Сирию. Москва осуществила свою угрозу и передала новейшее оружие Дамаску. Как на это отреагировали в Израиле и что теперь изменится в ближневосточном раскладе, расскажет Сергей Услендер. Торопились так, что С-300 перебросили по воздуху. С опережением графика комплексы доставлены на территорию Сирии в полном соответствии с грозными заявлениями Москвы. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники, локаторы подсветки, естественно основные системы, определение машинного управления и 4 пусковых установки. 4 комплекта системы способны прикрыть внушительную территорию. Их радары видят практически все Средиземноморье. Опять же, по заявлениям российского командования, управлять комплексами будут сирийцы. Правда, на подготовку отведены совсем небольшие сроки, всего 3 месяца. Свою квалификацию сирийские зенитчики продемонстрировали накануне, когда сбили российский самолет. А вот израильские ВВС как раз обладают колоссальным опытом преодоления вражеской ПВО. В 2007, например, Израиль уничтожил строившийся сирийский атомный реактор. Сирийцы заметили атаку лишь в тот момент, когда бомбы поразили здание. Израильские средства радиоэлектронной борьбы в той операции не просто подавили вражеские радары, они дали на них ложную картину воздушной обстановки. Надо отметить, что несмотря на мнение экспертов, описывающих С-300 как некое чудо-оружие, этот комплекс никогда не применялся в реальном бою и не сбил ни одной боевой воздушной цели. Все мишени, которые он поражал, были имитационными. Стрельба велась на полигонах в идеальных условиях при отсутствии электронного противодействия и ответного огня. Израильские эксперты призывают не переоценивать возможности этой системы. Конечно, следует опасаться, потому что у Израиля нет никакого выбора. Израиль не может повлиять на принятие решений российского Министерства обороны. Но не следует недооценивать риски. Но сама недооценка или переоценка рисков не влияет на решение. Решение Израиля довольно четкое. Бомбардировки иранских целей будут продолжаться, где бы они ни были. В командовании ВВС заявляют, что внесут изменения в тактику применения авиации в Сирии. Самым важным моментом будет то, что теперь для бомбардировок объектов на территории этой страны Израиль будет применять новейшие самолеты F-35. Многие специалисты полагают, что радары С-300 их просто не увидят. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Эйнтер.